канал огурки представляет главной роли кривой сегодня представляю вам вещь которую я не созрел на просторах интернета называется реактивная спиртовка для чего это хреновина честно говоря я сам не понял но такая забавка довольно интересная забавка над дачными вечерами можно побалуватися можно погореть руки можно навіть щось придумать из ней таке цикаве для того чтобы собрать спиртовочку дачную нам нужна банка баночка с крошечкой как для анализов но побольше 6 миллиметров как трубочка повинна бути здесь 30 сантиметров вот такого далее сверло на 6 мутузка веревка чтобы сделать фитильок фитильок вернее 2 фитилька и для герметизации взял герметик так называемые редкие гвоздики гвоздики редкие ну и конечно же спирт спирт нам треба загнути эту лаконную трубочку нужно согнуть в спиральку трубку это запчастина от автомобиля можно лищата затиснути якусь трубу в принципе ось вона міцно тут тримается тому я ее використовую беремо ровненько акуратненько загибаем вот по самой по миноре вот так вот загибаем о самое вот по цепоре потом нам треба будет пересверлить по центру або дырочку ну вот миллиметра півтора або вырезать специальным пристроем такую повздовжную канавку прорезать канавку чтобы наша гонь шел потом таким веером веером не мог бы таким веелом вот но зараз покажу теперь нам треба вот тут в этом месте прорезать дырку зараз выривняем трохи для прорезания дырку вот прорезаем дрелью с полутора миллиметровым сверлом на каждом месте просто треба використать звичайно дрель и с півтора миллиметровым сверлом сверлите ту дырку по центру но я сделаю вот таким чином сделаю это вот таким махаром ну вот наша спираль готова теперь нам залишается вставить ее в крышечку сюда заправить гнотики из мотузки и залить спирт значит робимо подметки мархируем места где будем сверлить дырку где у нас будет где будут дырки наши так и так теперь сверлюем два две дырочки далее вставляем нашу спиральку вставляем сюда в принципе все нормально для того чтобы загерметизовать нашу спираль у крышечки я використовую выкористую цей раз рідки цвяхи жиденькими гвоздиками гельметизируем жиденькими гвоздиками гельметизируем загерметизовали но скоро высохне все будет добре для того чтобы спирт надходил безперешкодно до нашей трубочки чтобы спирт поступал безперебойно в трубочку в трубочку безперебойно сделаем два фитилька чтобы нормально вставить нормально вставить тут нужно поработать напильничком не забудьте тут в середине чимось напильничком пройтись або ножем пришкрабить чтобы не было рівненько чтобы можно было легко засунуть гнид в середину ось беремо цю мотузочку и спокійно собі запихаем запихиваем вот вот это место помидоры дальше тут оставляем место пустым чтобы пары спирта отработали свое потому что тут повинно бути порожньо порожньо чтобы пары ишли и загорались и горели далее запихаем ну вот выходят два таких гноты ну вот таким макаром макаром таким спиртовка сама себя разжигает накрываем баночку спиртівка готова горой на верхние два витки спирали нагреваются огнем спирт в який по гнотику надходить до этого места приблизно випаровывается нагревается под час проходения до этого отвора центрального и таким образом спиртівка сама себя распалюет. Дивите, как хорошо она греть. Она дает очень много тепла. О, горячая. Не коптить абсолютно. То есть, замуж свечки можно использовать для обогрева примещения. Полезная вещь. Спирт горит, тепло. Можно закипятить чай, например, горячим спиртом. Вот так, дорогие мои. Если понравилось, ставьте «Нравится». Подписывайтесь на наш канал. Пишите клею за это комментарии. «Диво». С вами был Кривый. С вами был Кривый. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok